изначально они были собраны наоборот поскольку рамю модель из ранних она была собрана на роговую оправу еще вот таким вот примитивным образом это оправа половинки точнее сказать ее были склепаны вместе это латунь причем как это сверхтвердая латунь здесь диаметр оси 2 миллиметра и вот просто вот такая расковка под грибок естественно так и оставлять не стал от того как оправа красивая она не совсем ровная в соответствии двух половин там и ну это заводское все они и как бы собрана она была изначально как только бритва пришла я естественно осмотрел но увидев в каком состоянии лотус а это лотус от того как у меня есть даже доказательства того что это лотус хотя здесь у нас мы имеем атрибутику для реше их вот этот знак фирмы крылья там какие-то эти плюсы внутри но сейчас мы рассмотрим одним словом это лотус опять же таки сейчас на интернетах торгуется такой же точно лотус атрибутированный как лотус и продавец за него просит сейчас по 210 или 230 евро ну такая цена взрослая и он показался мне настолько красивым а опять же таки рамюшечка настолько она аскетична что я принял решение как мне показалось абсолютно правильно поменять местами их оправы от того как естественно обе бритвы должны были предварительно разобраться почиститься вышлифоваться и выполироваться и заново собраться вместе с ними оправы и мылись и шлифовались и полировались чтобы потенциальный новый законный владелец если конечно такой найдется он был максимально сатисфицирован от скажем так от обладания вот такой прекрасной прекрасной вещью обе эти вещи прекрасные начнем наверное с рамю оправа синтетика как я уже сказал разобралась бритва собралась модель из ранних сальон здесь не указан вот этот летящий голубь рамю и сыновья 20 миллиметров ширина полотна выборка здесь ну давайте так она условно полная но есть одно отличное но очень твердый естественно это пакова очка очень твердая изумительно качественная структурная сталь как и у всех рамю за что я их лично люблю уважаю и получили они признательность многих а точнее всех разор маньяков которые ими владеют великолепные не в работе штуки отлично это отличная французская классика как в общем то естественно и поэтому я имею особое удовольствие вам это все и предлагать самые качественные решения которые мог только предоставить рынок в те времена вот эта бритва отталкиваясь от этих всех составляющих еще не жалели они рожка для того чтобы бритвы на этот рожок собирать это наверное первое десятилетие в лучшем случае века 20 десятилетие вот это вероятно помоложе однако по материалу пластика ненамного возможно там на 10 как максимум на 20 лет до первого тридцатилетия 20 века вот эта бритва была изготовлена ну с этой начали так и продолжим ну в общем то здесь все ясно и понятно она абсолютно ровная естественно в оправе сидит того как оправа абсолютно ровная и клинок абсолютно ровный однако опять же таки со старта как только бритва пришла я ее осмотрел сидела она в оправе кривенько от того как опять же таки несмотря на то что сам рожок ровный но отверстия просверлены ну скажем так она в допуске однако не отобоварима не совсем удобоварима поэтому опять же таки ну вот это безобразие я уже психанул так вот это тоже пока в сторонку на отличный мельхиор двухмиллиметровой оси четырехмиллиметровой шайбой я все это дело пересобрал опять же таки рожок ровный бритва слегка смотрит вправо она скажем так она в допуске однако опять же таки закрывать аккуратно ну как и любую другую прекрасные вот эти украшательства на спине здесь дополнительно еще файл ворки дополнительно еще указание о том что это шефельская сталь шефельская сталь вот вот этот торговый знак лире ше однако опять же таки если кому будет интересно я предоставлю доказательства того что я прямо скриншоты сделал такой же точно такого же точно лотуса который атрибутирован как лотус распространенная как я заявлял ранее распространенная достаточно была практика когда и легрело и терресар поскольку они естественно самые мощные были мануфактуры по объему производства они предоставляли и готовые решения и естественно решение полуфабрикатные другими словами они могли поставить клинок абсолютно отслесаренный однако либо не атрибутированный либо с атрибутикой того тому тоже таки ряд примеров бритва которая кстати до сих пор не продана розетти что само по себе опять же таки это заказной лотус яркий тому пример ну здесь все прямо прямо очень и очень красиво торец носика ширина полотна 18 миллиметров абсолютно универсальное решение точно так твердая сталь твердый лепесток ничего никуда не отгибается прекрасно берет заточку естественно в работе себя просто обязаны показать на лучшей стороны проверяем проверяем и от корня с таким же успехом справиться легко и непринужденно прямо очень красиво вот такие роскошные новинки классической франции предлагается вашему вниманию 2000 гривен рамю и 3000 гривен лотус он же лереше шеффельской стали прошу любить и жаловать каждой из них найду быть может не родной но домик и таким образом будет отправлено потенциальному новому законному владельцу если естественно такой найдется у меня же на этом пока все надеюсь надолго не прощаемся всем всего самого наилучшего до скорых встреч в эфире Бонзай вч и во